Нобелевскую премию В первую очередь, значение открытия в том, что мы можем использовать его для таргетирования лекарственных средств. Например, заблокировав пути образования новых сосудов, мы остановим рост и метастазирование опухоли. Были разработаны препараты, например, антитела к фактору роста сосудов. Также этот механизм используется для диагностики. Можно определять опухоли, прогнозировать устойчивость к проводимой терапии. Открытие описали еще в 90-е, но на разработку первых препаратов ушли десятилетия, поэтому на самом деле вся работа впереди. Так как механизм адаптации характерен и для нормальных клеток, сейчас перед исследователями стоит задача разграничить и таргетно заблокировать их в опухолевых клетках. Эти исследования значимы не только для онкологии. В кардиологии их можно использовать в борьбе с инфарктами и инсультами. В диагностике они уже используются. Но есть и технические, и бюрократические проблемы по использованию описанных механизмов клинической практики. Пока они будут преодолены, пройдут еще годы. Продолжение следует...